И всем привет, с вами Росиксон. В этом видео я расскажу о том, как торговать на марже со смартфона на бирже Gate.io. Также видео про маржу торговли именно на сайте с компьютера у меня уже есть на моем канале. Вы сможете найти в моем плейлисте про биржи Gate.io, где уже более 40 видео и где я ответил на самые часто задаваемые вопросы. А если у вас будет какой-то вопрос, то можете задать его в комментариях или в чате биржи Gate.io, там вам админы ответят. Главное, задайте вопрос одним предложением, так мне будет легче на него ответить. Мне даже сейчас как-то странно это произносить, но YouTube могут заблокировать. Поэтому первое, подпишитесь на мой телеграм-канал. Второе, почему стоит подписаться на мой телеграм-канал? Во-первых, там много темы, которых нет на YouTube, которые могут устареть за 5-10 минут. Но если вы их сделаете, вы можете неплохо заработать. А также я там выкладываю просто вообще в чем я участвую. Например, недавно делали 100% на airdrop, и я попал в список тех, кто его получит, и те, кто свапали. Вообще-то там интересные опросы, новости, мои мысли, иногда даже какие-то заметки интересные. Так что приходите, все ссылочки в описании будут. Напомню, то что биржа Gate.io входит в топ-7 бирж мира по версии CoinMarketCap. А также на этой бирже торгует огромное количество людей. И спасибо бирже Gate.io за поддержку. А сейчас будет опрос у санкт-петербуржцев. Я спросил у них их мнение о криптовалюте и финансах. А также, если у вас будут какие-то вопросы к прохожим, то вы можете написать их в комментарии. И я их задам в следующий раз. Привет, отвечу на пару вопросов. Привет, да. В чем ты хранишь свои деньги? В рублях. Есть ли у тебя какие-нибудь накопления? Да. А если тебя уволят с работы, на сколько тебе хватит твоих накоплений? На неделю. И ты что, не знаешь о криптовалюте? Как к ней относишься? Знаю, что это электронные деньги, что они стоят дорого. Ну, все. Спасибо за ответы. Прежде чем рассказать о маржинальной торговле, я сразу скажу, ну, это сложно. И только, если вы хорошо торгуете на споте, уже более года в криптовалюте, только тогда вы только можете подумать о том, чтобы торговать маржинальной торговле малыми суммами. Поэтому тут можно все потерять. В общем, сейчас расскажу, что тут да как. Маржинальная торговля криптовалюты. Это та же покупка и продажа криптоактивов. Здесь цель аналогичная. Заработок на ценовых колебаниях. Ну, то есть волатильности. Только в этом случае трейдер берет у биржи криптовалюты взаймы. Дополнительную сумму, чтобы увеличить объем ордера, а, соответственно, и объем прибыли или убытка. Это тоже нужно учитывать. И, соответственно, у нас шансы получить прибыль увеличиваются, но также и увеличиваются шансы получить убыток. Я что-то странное сейчас сказал. Ну, точнее, просто мы более рискуем, чем при спотовой торговле. Кредитное плечо. Это то же самое, что кредит, но практически. Риск здесь, что прогорят ваши личные средства. Заблуждение будет думать, что если у вас прогноз не сработал, и позиция ушла в убыток, вы останетесь в должной бирже. Это не так. Ну, то есть, грубо говоря, вы можете потерять только то, с чем вошли в сделку. И, скажем так, чем выше плечо, чем выше ваш риск, и тем выше возможная прибыль и или убыток. Если у вас большое плечо, то, скажем, 5 минут назад у вас могла быть прибыль, а уже через 5 минут у вас может быть убыток из-за высокой волатильности, а еще плюс к этому большому плечу. Маржинальная торговля бывает двух типов. Изолированная и кросс-маржинальная. На бирже GTO на смартфоне есть только изолированная торговля. Что такое маржинальный изолированный кросс-маржинальный счет? Это счет на аккаунте пользователя, на котором содержатся средства для торговли с кредитным плечом. Чтобы его использовать, нужно перевести на него средства с общего баланса. Изолированный – тот, в котором есть одна торговая пара. Кросс-маржинальный – тот, на котором может быть несколько торговых пар. Если что, у меня могут быть некоторые неточности, на которые вы можете мне указать в комментариях. Спасибо за понимание. Я объясняю довольно поверхностно, чтобы вам было понятно. В следующих видео буду уже показывать на практике, как и что происходит. Итак, переходим в приложение. На главной странице нажимаем Trade. На нижней панели. Сверху выбираем маржа. Выбираем криптовалютную пару. Чуть ниже, где написано 10x, мы можем взять деньги у биржи в долг. Еще ниже мы, как на спотовом рынке, можем задать цену покупки и продажи, ну и количество. Листаем ниже, где мы можем посмотреть статистику и график. Но лучше пролистать выше и нажать на иконку в виде японских свечей. И нам откроется более продвинутый график, где гораздо удобнее работать. Но помните то, что маржинальная торговля – это высокие риски, как я говорил. И стоит торговать на маржинальной торговле только тогда, когда вы уже на споте, вам уже стало скучно, вы на споте легко зарабатываете. Это тоже нужно учитывать. И всегда начинайте с малых сумм. Пусть это будет 10 долларов, но лучше, если вы потеряете 10 долларов, чем какую-то крупную сумму. И уже как вы поторгуете, скажем, 10 долларами, уже поймете, что да как, только тогда начинайте работать с крупными суммами. Я вам так советую. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях, зайдите в мой телеграм-канал, регистрируйтесь по ссылочке в описании на Get.io. А также скоро выйдет больше видосов о маржинальной торговле с практикой. Пока и всем удачи. Самое главное – будьте аккуратны.